Здравствуйте, зрители канала Ремонт Рено! Сегодня покажем, как на автомобиле Рено Меган 2 поменять, достать и обратно поставить топливный насос в баке. Так, находится лючок под задним сиденьем. Открываем. Здесь стоит металлическая защита. Крепится двумя торексами на 20. Естественно, откручиваем. Сами удивлены, мы видим некоторые доработки. Прижимает вот эту крышку. Крышка. Крышка прижимает крышку. После того, как сняли кожух, вот тут вот стрелка указана, где нужно поднять отверткой, если, конечно, целая вот тут защелка. Круто она сломана у нас. Вот этот второй разъем, он не для чего. Он для других моделей, просто висит пустой. Очень важно следить за состоянием разъема на насосе. Вот здесь очень часто отжимается клемма. Мы видим, в каком он состоянии. Уже был ремонтный, меняли клемму здесь. Разъемы такие дефицитные. И сам корпус клеммы можно поменять, а корпус найти тяжело. А вещь, в принципе, нужная. Так, сняли разъем. Также хочу отметить, что в данном случае у нас автомобиль пятого года выпуска. У нас топливный фильтр имеется подвесной, выносной. То есть, к насосу подходит обратка. Но замена ничем не отличается и более поздних моделей. То есть, без обратки. Тут будет один шланг подводящий. Мы видим загрязнение крышки топливного насоса. Это загрязнение необходимо удалить. Так, теперь снимаем быстросъемы. По бокам две защелки. У нас стравливается давление с топливной магистрали. Сразу удаляем. Ветоши, либо сжатым воздухом продуваем. Отводим шланг в сторону, чтобы он не мешал. Он будет постоянно выскакивать. Затем, если у вас собратка, вот как в нашем случае, придется снимать дополнительные шланги. Вот этот быстросъем снимается нажатием одной одного фиксатора, защелки. Снимаем, отводим так же. И здесь вот небольшая сложность будет, так как мы... Этот шланг... Немножко неудобно снимать. Мы будем использовать специальный съемник. Съемник выглядит вот так, самодельный, почти как серпи-молот. Прижимаем две защелки. Вот у нас есть доступ. Ввели шланги в сторону. Хотя мы вот так же вот используем самодельный съемник. Такого вида. Необходимо открутить вот эту гайку классического крепления. Сорвали. Не надо только зубилыми отвертками ее откручивать. Да, главное не бить. Тут, в принципе, есть упор и можно придумать, чем ее откручивать. Как в книге указано, газовым ключом распор и срываем. Шланги будут постоянно вылетать, мешать. Затрудняется монтаж. Важный момент. Кольцо резиновое сразу после снятия протираем ветоши. Мы видим, у нас оно было закусано, установлено было неправильно. Вот. Поэтому у нас стоянный при большом уровне топлива был прорыв топлива. Ну и достаем саму сборку. Не забываем, что датчик уровня топлива также находится здесь. И нам придется с небольшим таким проворотом его демонтировать. Ну и также не забываем про элементарные меры безопасности. Да. Это топливо. Оно легко воспламеняется и не нужно объяснять. Здесь вот есть специальный клапан забор с топливом. Нажатием на него сливаем остатки топлива с чашки. Все сливать не желательно, так как самая грязь находится именно здесь. В чашке. Мы ее убираем. Устанавливаем сборку на место. Мы видим на сборке вот есть специальный паз. Он у нас совместится в отверстие в баке. Установку, датчик сначала заводим. Спускаем сборку. прижимаем, чтобы он нашел свое место. И теперь устанавливаем прокладку. Это кольцо можно, в принципе, установить. Конечно, желательно заменить. Мы будем устанавливать это с небольшой хитростью. Вот сначала прижимаем насос, затем в образовавшийся паз между насосом и баком прокладываем кольцо. Кстати, очень важно, чтобы кольцо оставалось сухим в протяжении всей работы. так как если оно разбухнет, оно будет местами вот здесь по кругу топочиться. Сейчас очень важно не отпускать сборку. Колечко, конечно, желательно луповую часть смазать, чтобы она легче пластмасса по пластмассе шла. К тому же у нас здесь еще и бак поврежден. По максимуму наживляем от рук. тем самым мы резинку всегда как бы под напряжением держали, она не соскочит. И затем уже затягиваем. Используется трещотка и специальный съемник. Также очень важно поставить все на место. Тут, в принципе, со шлангами ошибиться практически невозможно. они сами прям встают в свои места, если бы правильно сборку поставили. По-другому ее поставить тоже трудно. Идется ломать паз. я хочу отметить, зеленые защелки, вот этот вот шланг, это у нас подача топлива. Это обратка. Это если на случай мерить давление топлива. Проверяем надежность всех быстросъемов крепления, оттягиваем по максимуму. Также можно немножко у нас поджать контакты. Поджать, зачистить. не забываем устанавливать вот этот пыльничек защитный. Так как бак находится на улице, у вас вся грязь будет здесь. Если не устанавливайте. и не перепутать разъем. Не перепутайте. Там специальные замки и один трехконтактный, другой четыре. И технология будущего. Идеально. вот если совместить процедуру чистки форсунок и очистки замены прокладки пустынного тракта и еще вот это сделать, вы почувствуете, машина по-другому поедет. Расход топлива уменьшится на процент. Ну, в общем, важный момент, особенно когда плохой бензин. и пробег за сто тысяч. бензин. Продолжение следует...